здравствуйте коллеги добро пожаловать на четвертый урок курса чекпоинт на максимум и сегодня мы поговорим об очень важном блэде защиты антивирус антивирусным технологиям уже более 30 лет казалось бы за это время уже все и все давно узнали да и какие там настройки включаешь антивирус и просто регулярно обновляешь базы то есть сигнатуры это не совсем верная стратегия многие пользователи чекпоинта оставляют дефолтные настройки антивируса а потом удивляются когда вирус все же проникает в сеть я постараюсь рассказать как минимизировать эти риски но прежде чем начать я бы хотел еще раз вспомнить слайд из предыдущего урока там я сделал акцент на том что антивирус уже давно не является панацеей ну точнее не сам антивирус а сигнатурный анализ который до сих пор используется как основной метод для 100 процентов антивирусов ведь по сути сигнатура это всегда успешная атака уже после обнаружения атаки специалисты определяют что что это был за вирус создают сигнатуру и уже с этого момента вирус будет детектироваться всеми другими антивирусами все эти цифры говорят о том что количество уникальных вредоносов для которых нет сигнатур увеличивается с каждым годом тут опять же можно вспомнить бои датар этом уэйшен и трет экстракшен как ответная мера но сегодня урок не об этом сегодня мы говорим об антивирусе несмотря на всю эту печальную статистику антивирус по-прежнему остается одним из самых необходимых средств защиты процент таргетированных атак пока еще гораздо меньше чем процент классических атак с использованием уже известных вирусов как правило это автоматизированные кампании по рассылке вредоносов почтой либо распространение через популярные веб-ресурсы так называемая атака на дурака именно поэтому антивирус остается важной частью защиты сети думаю на этом можно закончить теоретическую водную и перейти к практике где мы детально рассмотрим настройку антивируса и обязательно протестируем его с помощью дистрибутива kali linux опять же если вспомнить нашу схему то на этот раз я буду генерировать новые вирусы с помощью kali linux и пытаться протащить их на компьютер пользователя через наш чекпоинт что ж приступим и так вот наш чекпоинт настройки access control мы уже трогать не будем мы с ними уже поигрались в предыдущих уроках теперь переходим thread prevention policy именно в thread prevention объединяются настройки для таких блэйдов как IPS антивирус антибот thread emulation и thread extraction по дефолту практически всегда установлен профиль optimized что значит optimized понятно что переводится это оптимизированный профиль оптимизирован с точки зрения защиты и производительности то есть загрузки самого шлюза это не всегда хорошо ну давайте посмотрим какие по дефолту здесь настройки нас сегодня интересует именно антивирус ну будут проверяться только приходящие файлы причем с интерфейсов external и dmz но это логично то есть мы хотим проверять антивирусом то что мы качаем с интернета и например с dmz сегмента поскольку туда есть доступ через интернет и есть риск компрометации некоторых файлов на этих серверах проверяются все файлы которые как правило содержит malware то есть типовые заразные файлы и заметим что не включено сканирование архивов по дефолту ну вот такие настройки да хотел сразу заметить что я сейчас в рамках этого урока отключил blade ips это сделал намеренно и зачем я это сделал я расскажу в следующем уроке но сейчас для чистоты эксперимента нам нужен только антивирус будем его проверять ну первое что логично наверное будет сделать это проверить работает ли в принципе текущий профиль антивирусной защиты так называемый оптимайст попробуем скачать тестовый файлик ей кара ну допустим заметьте буду скачивать через https поскольку https инспекции мы включили еще во втором уроке по моим если не ошибаюсь пробуем скачать вирусный файл нет естественно файлик заблокировался если посмотреть логи что мы увидим ну вот он момент блока ей карты с файл естественно заблокировался ну был бы удивительный если бы не заблокировался хорошо с этим все понятно теперь давайте немного поэкспериментируем секундочку и откроем наш кали линукс что мы попробуем сделать ну экзешники генерировать мы не будем это слишком легко просто и тем более мы заблокировали скачивание исполняемых файлов на у на уровне контента варнерса мы попробуем заразить какую-нибудь pdf q или доковский документ для этого есть специальное в холи линуксе приложение это утилитка set toolkit и здесь нам предлагает собственно начать кампанию то я уже сделал ну я скачал сразу два файлика по моему данного вот сюда это ну просто любой файл с google выстаскиваете это вот какая-то pdf какой-то rtf файлик то есть они чистые это я просто взял их за шаблон те файлы которые мы будем заражать вы можете взять любые другие отлично так сразу давайте я перейду в эту папку папку данного вот до папка руда но и давайте начнем социал инжинирина так мы будем выбирать инфекш инфекция медиагенератор то есть троечка файл формат exploits ну здесь спрашивают на какой я и пишник собственно зараженный хост должен стучаться мы укажем айпишник кали линукса до этого все равно не дойдет поскольку сам процесс заражения нам данном случае не интересен вот и здесь нам предлагают несколько собственных инструментов заражения но я воспользуюсь вот 17 пункт пунктом это вот adobe pdf embedded exe social engineering то есть пункт 17 тут мы можем выбрать свой документ либо взять уже устроенный шаблон который есть в данной утилите но мы для частоты эксперимента опять же возьмем документ который я скачал с просторов интернет чистый не зараженный единичка и здесь нужно указать путь к этому файлу ну давайте укажем root downloads и файлик давайте с pdf начнем блок questions pdf его мы будем заражать далее мы выбираем должны выбрать полезную нагрузку возьмем классический метропритер реверс tcp второй пункт тут опять же спрашивают куда стучаться все оставляем по дефолту и начинается процесс генерации заражения pdf ки с время этого процесса сильно зависит от размера файлика ну и на самом деле коля linux иногда глючит и процесс заканчивается неудачно приходится перезапускать но я думаю что сейчас все будет нормально да файлик создался мы видим путь где он лежит теперь это темпой pdf нет мы не будем сейчас запускать listener и давайте выйдем отсюда в принципе нам уже это не нужно так теперь перейдем в папку set авторан посмотрим да вот он наш файл темпу pdf давайте его перекинем в папку с которым с которым мы будем скачивать эти файлики но я кину в папку root шара до файл переехал теперь посмотрим вот папочка шара и вот он наш темпу pdf давайте проверим давайте перейдем теперь в эту папку из консоли папка root шара вот он файл и я очень часто практически во всех уроках говорил что сгенерировать файл с новой сигнатурой это буквально два клика собственно сейчас мы это сделали и чтобы это проверить давайте посмотрим во первых хэш получившегося файла для этого воспользуемся утилиты md5 сам и в сам файлик так вот он наш хэш скопировали теперь мы можем открыть вирус total и давайте попробуем поискать наш хэш как видите мы только что сгенерировали новый вирус под которого сигнатуры нет по хэшу он не будет детектиться таким образом по хэшу работает ну огромное количество антивирусов особенно потоковых на шлюзах чтобы убедиться что файл действительно заразный давайте его загрузим и посмотрим что скажет вирус total ну естественно начинается процесс детектирования все большинство популярных антивирусов его определяют а при этом есть ну довольно большое количество антивирусов которые не определили что это вирус ну да ладно что мы делаем теперь теперь нам нужно на кали линуксе запустить в веб-сервер чтобы скачать с нашего компьютера сделаем это простейшей команды питона все в веб-сервер мы запустили на кали линуксе файл лежит в нужной папке и теперь нам нужно что сделать подключиться с нашего компьютера юзер пк подключаемся и вот наш документ template pdf пробуем скачать и как видим файлик успешно скачивается здесь не содержимого ничего нету это следствие там заражение ну просто шаблон можем попробовать сохранить файлик да файл успешно сохраняется то есть только что через чекпоинт прошел вирус который детектится вирус total ну большим количеством антивирусов что не так не так не оптимальные выбраны настройки что мы можем поменять ну во первых давайте начнем выберем эдит во первых смотрите здесь есть так называемые на уровне protections то есть здесь по дефолта стоит перфоманс импакт будут включены сигнатуры те которые грузят шлюз либо низко либо средне нам нужно выставить по максималке это high and lower то есть любые сигнатуры мы включаем и по северите мы выбираем любого типа северите нужно проверять независимо того низкий это уровень либо высокий ну и поставим превент для всего хотя на самом деле вот эти действия мы могли не делать это так просто грубо говоря выкручиваем security на на максимум теперь переходим к настройкам антивируса как видите вот эта вот галочка процесс file types known to contain malware нам не подошла что мы можем сделать мы можем включить так называемое глубокое сканирование файлов то есть проверка не по хэшу а по сигнатуре кода то есть чтобы заглядывал прям внутрь файла антивирус вот эта настройка не рекомендуется так делать поскольку deep scanning будет проверять проверяться абсолютно все файлы которые проходят через чекпоинт гораздо логичнее сделать это через следующий инструмент то есть процесс специфика файл тайп фэмилис выбираем конфиг и смотрите здесь мы можем найти файлик pdf и вместо inspect поставим deep scan окей на этом пока ограничимся как видите мы не можем править дефолтный профиль нам предлагает создать клон этого профиля не проблема создаем профиль создался давайте его теперь применим так еще раз проглядим настройки антивирус так здесь мы включили проверку архивов мы пока не включали чтобы посмотреть как она влияет в принципе и еще один очень важный момент многие про него забывают здесь внизу есть вкладочка protections и здесь есть два очень важных пункта для антивируса то есть protections но это механизмы защиты и проверки вот например видим антивирус signatures malicious activity и если перейти во вкладочку activations так здесь мы выставили prevent и тоже prevent они здесь выставились в prevent автоматически почему потому что мы указали поправили вот эти фильтры activate protections то есть мы поменяли перформанс импакт если верите поставили оптимальный если же оставлять по дефолту как было то вот здесь бы мы увидели как как для профила оптимайз профиль оптимайз и бэйсика инактив и тогда ручками нужно было бы это включить то есть прям принудительно поставить превент у нас уже стоит отлично теперь ставим политику и инсталлировать мы можем только политику threat prevention поскольку мы меняли настройки только threat prevention и в таком формате политики ставится гораздо быстрее без access control открываем наш сервер и пробуем качнуть все как видите не удалось загрузить pdf документ если перейти в логи обновим и увидим блок момент блокировки да вот filename и собственно тип заразы который чекпоинт нашел хорошо ну как помните мы еще не включили сканирование архивов давайте проверим каким образом это как то как либо отражается ли это на прохождение файлов еще раз подключаемся на кали линукс откроем папку share и добавим архив пусть будет 7-zip create архив создали посмотрим что нам скажет чекпоинт оп как видите файлик скачался то есть галочка проверять архивы все таки нужна очень многие ее забывают включать переходим в антивирус включаем проверять и здесь смотрите есть такой параметр сколько секунд можно пытаться открыть архив и проверять его если время вышло то что делать с пакетом разрешить ему пройти либо запретить естественно для максимальной безопасности нужно ставить блок то есть если архив не открывается там потому что он битый или потому что специально подготовленный вирусный архив который нельзя открыть естественно нужно его блокировать проверим как это сработает устанавливаем политики готово попробуем еще раз скачать архив и как видим уже не скачивается опытные администраторы ну либо любопытные администраторы тут же наверное спросят а как быть с архивами с паролем казалось бы мы выставили настройку вот здесь вот эту настройку блокировать однако она никакого отношения не имеет к именно запарольным архивом сейчас покажу на примере чтобы нам запаролить файлик ну давайте перейдем в папку root шара и секунду да zip encrypt файлик template zip template pdf запароливаем вот он наш запароленный архив теперь возвращаемся сюда и пробуем скачать его и как видите запароленный файл проскакивает что здесь делать естественно заблокировать такие файлы можно но всегда спрашивают типа как же так если архив нужен здесь я пожалуй воспользуюсь очень удачным примером сергея не встроила из компании checkpoint сергей привет если вдруг смотришь он приводил очень простую аналогию представьте что вы приходите в аэропорт со свинцовым запаянным чемоданом который нельзя проверить на рамке то есть ничего не будет видно через свинец как вы думаете пустят вас в аэропорт или нет естественно нет так почему мы должны разрешать проходить в сеть свою сеть такие файлы подобные нет естественно их нужно запрещать для этого нужно перейти в настройки manage and settings blades thread prevention settings и вот здесь так называемый fail mode то есть когда не получилось открыть архив по причине его запароленности мы ставим блок all connections то есть fail close окей и инсталируем опять же политику ну поставим только thread prevention чтобы быстрее было политику установилась давайте еще раз проверим что теперь файл не скачивается ну так как видите теперь уже выскакивает ошибка что еще хотелось бы показать если помните то в предыдущем уроке про content awareness мы говорили о том что да это очень здоровская вещь можно блокировать файлы еще до попадания их в security движки типа ips и антивируса это сильно разгружает шлюз но есть один большой минус по крайней мере версии 80.10 80.20 возможно это исправит сейчас в content awareness нельзя блокировать конкретные конкретное расширение файла то есть если мы блокируем все типы там документов туда попадают и pdf и excel и и доки и так далее это не всегда приемлемо мы например хотим заблокировать только rtf документ который ну наверное сейчас уже глупо откуда-то качать поскольку уже это довольно старый формат и его очень часто тоже используют для вирусных атак потому что его проще заразить что мы можем сделать для этого можем опять же воспользоваться нашим блейдом антивирусом и здесь если помните мы включали дипсканинг для файли кпдф а для rtf файла сейчас мы его найдем мы можем поставить дроп то есть блокировать этот файл на уровне антивируса не проверять его как только замечаем что это rtf блокируем попробуем окей инсталируем политику только thread prevention install ну пока ставится политика давайте мы в папку шары то есть там где и у нас веб сервер поднят перекинем rtf документ есть политика я так понимаю установилась проверим да вот она rtf и пробуем ее скачать как видите у нас она заблокировалась мы не увидели страницу redirect поскольку я использую глупый веб-сервер на на кале linux и поэтому там не получилось правильно с redirect увидеть страничку user check то есть страница блокировки но тем не менее как видите работает еще раз давайте пробежимся по тому что мы сегодня сделали что мы изучили во первых мы увидели как насколько просто на кале linux изгенерировать новый вирус который по хэше не будет детектиться ни одним антивирусом это первое второе мы увидели опять же что даже такой такая глупая генерация файлов встроенными инструментами кали линукса без каких-то специфических скачанных эксплойтов из даркнета даже такие файлы не определяются ну можно вспомнить не определяется некоторыми антивирусами если тут чуть покладывать в следующих уроках мы это обязательно попробуем то статистика будет еще хуже еще больше антивирусов будет пропускать чтобы этого не допустить что мы сделали мы во первых создали новый профиль подредактировали active protections то есть в идеале для перформанса импакта лучше ставить вот это как раз категория high and lower для severity опять же ставить чтобы мы проверяли сигнатурами все типы severity точнее уровни все затем мы включили deep scanning для определенного типа файлов ну у вас в сети наверняка качает больше типов файлов и можно включить deep scanning для большего количества можно конечно включить и вот эту функцию то есть включить deep scanning для вообще всех файлов которые качаются но здесь у вас должен быть большой довольно большой запас по производительности железа если у вас его нет то нужно тонко настраивать вот через именно через этот инструмент здесь мы можем включать не только deep scanning но и дроп для определенных типов файлов и это нужно обязательно делать но опять же зачем там пользователям качать определенные типы файлов типа вбсов и так далее тех же ртфов затем что мы включили мы включили сканирование архивов это тоже обязательно нужно сделать поскольку довольно часто контент завовредно доставляется именно архивами и мы также включили блокировку запароленных архивов я тоже считаю что это максимально необходимая функция поскольку этот трюк тоже частенько используют злоумышленники когда присылают вам на почту файлик на телефон пароль представляясь опять же там сотрудниками каких-нибудь компаний там подобное что мы еще сделали мы посмотрели о том что нужно обязательно проверять дополнительные типы протекшенов вот здесь вкладочка activations ну особенно обратите внимание именно на вот эти категории activity и unusual activity behavior patterns и собственно это все протестировали на примере с использованием кали линукса надеюсь это было показательно возвращаясь к нашей презентации еще раз хотел сделать акцент что антивирус это по-прежнему важный элемент защиты который должен быть правильно настроен не забывайте об этом и не оставляйте дефолтные настройки на этом все спасибо за внимание и ждем вас на следующем уроке и и и и Продолжение следует...